Вчера решили, что съездим на мультик. Сегодня в кинотеатрах начинается Angry Birds, вторая часть. И мы сейчас возьмем Никитоса с собой. А Полина вчера позвонила Аришке, и Аришка тоже у нее. Мы поедем в Рубин, и там рядышком совсем. В общем, такой вот детской командой пойдут они на мультик. А я пока не буду на мультике, кое-куда поеду. Но пока рассказывать не буду, потому что не знаю, будет ли от этого результат. А если будет, то обязательно с вами поделюсь. Ну что, команда моя готова. Раз, два, и там три. Никит, привет! Привет! Заедем в... Ой, пересечено как. Едем в Рубин. Мы уже в Рубине. Раньше здесь была игровая зона огромная, а теперь сделали этот центр обоев. Так чудно. Такая кинотеатр, там всякие эти боулинг и обои. Мальчишки уже бегут. Мы идем сейчас в кассу выкупать билеты. А детям еще и скид... В общем, мы с утра поехали, потому что вечером билеты по 400 рублей. А с утра, смотрите, взрослым 160 рублей. Но это как бы Поля с Аришкой. А мальчишкам вообще по 112 рублей. Так что мы прям все сделали правильно. Единственное, что здесь очки надо дополнительно покупать, поэтому мы идем в бар за очками. Дели детям попкорн, сок. Полина выбрала листом. Один стаканчик им с Ариной и один стаканчик мальчишки. Да? Где Арина? Идет. Идет уже? Она на стакане была прям в корме. А, хорошо. Мальчишки носятся. А девчонки куда-то ушли. Арина уже пришла. И они куда-то ушли. Сейчас придем. Я их сейчас отправлю на сеанс. И поеду за дела. Девочки вернулись. Арина, привет. Ну что, деток, я сдала в кино. Сейчас пойду на заправку и поеду навстречу. Вообще, у меня сегодня очень плохое настроение. Это для тех, кто думает, что я всегда смеюсь. То есть, что у меня всегда хорошее настроение. Нет, мне тоже бывает грустно. Вообще, сегодня ночью всю ночь шел дождь. Гроза была очень сильная. Ладно, увидимся попозже. Поехали заправляться. Так, нет времени объяснять. Готовы? Да, я готова сейчас. Вы, наверное, ничего не поняли. Но я вам сейчас все расскажу, как только приеду домой. У меня поднялось настроение. Я сейчас сделала то, о чем очень давно думала. В общем, подробно все расскажу, как только вернусь домой. Поеду сейчас за детками, потому что у них там закончился мультик. Они уже кушают. Наконец-то закатывать начали у нас на речном, где были рельсы. Когда-то здесь ходили трамваи. Далекие-далекие времена. А сейчас вот закатывают асфальт, и все пробки вот эти наконец-то рассосутся. Ну, хоть первым сентября, если сделать, будет хорошо. Я забрала своих мурзиков. Как мультик-то? Я же сказала, круто. Круто. Советуете? Да. Смешной? Да. А что вы смотрели-то? Да смысл. Как мультик-то назывался? Я говорила. Как мультик-то назывался, который вы смотрели? Я говорила. Мне кажется, они не были в кино. Я говорила. Никита, как мультик-то назывался? Я говорила. Ура! Никита был на мультике. Саша не был. Едем домой. Мы дома. Я теперь хочу вам рассказать, где же я сегодня была. Кто давно на меня подписан, знаете, что у меня есть инстаграм отдельный, где я уже давно-давно поставила себе цель похудеть до 58 кг. Похудеть, постройнеть, кому как больше нравится. В общем, меня не устраивает мой вес на данный момент. Когда я весила меньше, мне было комфортнее. Я себя лучше чувствовала. Я себе больше нравилась. Это, наверное, самое ключевое во всем этом. Вот. И я поняла, что у меня, ну, даже по моему инстаграму видно, что я то начинаю его вести, то бросаю, то начинаю, то бросаю. То есть у меня вроде как появляется какое-то желание, вдохновение. Я начинаю правильно кушать, начинаю заниматься спортом, а потом вдохновение как будто пропадает. Либо что-то настроение какое-то такое, либо я не знаю, от чего это зависит. Но, в общем, никак я сама не могу вот взять себя в руки и добиться своей цели. Ну, в общем, я решила худеть под руководством специалистов. Да. Конечно, у меня не настолько там большой какой-то вес, нет какой-то прям гиперпроблемы, да. То есть я не вешу там 100 килограмм. Но я понимаю, что я не могу сама управлять своим процессом. Вот, мне нужно какое-то влияние сверху. Мне нужна консультация грамотного специалиста. Мне нужны какие-то дополнительные вещи, которые потому что с возрастом все равно тоже все сложнее. Вот, я выбрала клинику, о которой я знаю 100 лет, потому что есть у меня девчонки, которые там наблюдались и получили классный результат. Я не скажу, что я была когда-то против этого, нет у всех своих способов достижения цели. Вот, но я считала, что я могу вот справиться сама. Сейчас я так уже не считаю. И, в общем, я думаю, зачем я мучаюсь, растягиваю во времени, думаю. Если я думаю об этом уже неоднократно, значит, надо брать и делать. Ну, в общем, я сегодня туда поехала. Просто спонтанно позвонила, договорилась и посмотрим, что из этой всей затеи получится. Суть в чем? Эта клиника, у нее своя история. Они работают уже 20 лет. И у них целая методика. То есть не просто вот, что вам там написали диету, вы ее соблюдаете. Нет, у них целый комплекс мероприятий, которые вот ведут все к достижению цели. Сегодня терапевт меня первым делом все расспросила. Спросила, чего я хочу. Спросила про все мои хронические заболевания, про аллергии и так далее. То есть прям все-все-все-все очень подробно. Потом там такой аппарат специальный стоит. Знаете, не как в старые добрые времена, такая линейка деревянной весы, а уже современный какой-то полностью электронный аппарат. На него встаешь, и он тебя взвешивает, мерит твой рост, уровень жира в организме. И что? И все. В общем, на тех весах я вешу 62-300 на сегодняшний день, хотя дома я взвешивалась, я вешала 65 килограмм. В общем, я не пойму, это мои весы привирают, наверное. Но я доверяю больше весам клиники, потому что это специализированное медицинское оборудование, которое имеет большую точность. И рост у меня 167, я думала 168 на сантиметр. Я, наверное, все-таки сутулюсь, и потихонечку вот так вот это надо выпрямляться. И уровень жира у меня 24-4%. Это, конечно, в рамках допустимого, учитывая мой возраст и рост, но это верхний порог. В общем, есть над чем работать. Терапевт мне по итогу всего предложила определенные процедуры. Сегодня это была карбоксидотерапия, если я правильно ее называю. Суть ее в том, что в определенные проблемные места прокалывают какой-то газ, то ли углекислый газ, то ли озон. По-моему, углекислый газ. И в этих местах начинается усиленный кровоток, и все это помогает расщепляться жирку. Я сейчас могу все это переврать, потому что я на одном дыхании все решилась, на эмоциях. И когда я очень эмоционально к чему-то отношусь, у меня половина информации проходит мимо ушей. Ну, вот так вот я человек. У меня видео кусочек я вам даже сняла. Когда уже поняла, что я хочу все-таки с вами, наверное, этим поделиться, вы видели на видео, что мне делали иглу калывания. То есть с иглами воздействовали на определенные точки, которые отвечают за здоровье, за хорошее настроение, за, допустим, там на ноге была точка, я запомнила, что мне сказали, она отвечает за работу почек, для того, чтобы не было отеков. В общем, меня накололи. Я чувствовала себя сегодня ежиком. Там несколько болезненные процедуры, но не так, чтобы прям вот вау, как больно, но, скажем так, неприятно. Вот. Но результат, он просто так как бы не достигается. Понятно, что нужно где-то и потерпеть. Я готова была терпеть. А дальше меня прокололи еще просто иголочкой, то есть активизировав вдоль всего позвоночника. Так интересно, потому что такие ощущения, местами неприятно, местами щекотно. Вот. И мне дали две брошюры. Рассказали про питание, то есть как должно строиться мое питание. И расписали, что мне нужно кушать. И прям дали брошюрку, в которой для того, чтобы не ломать голову, это вот как я люблю, знаете, нет, придумают, а что вот сделать так, чтобы было вкусно. Прям вот из того, что можно, на три недели расписано питание. И в принципе, вот я вам не скажу, что здесь как-то можно голодать. Нет. Здесь прям такое, прям ого-го, и все очень вкусно, и все с картинками. В общем, я решила сама себе вот сделать такую вот шоковую встряску, переступить какой-то порог свой комфорта, попробовать что-то новое. Ну и, соответственно, я хочу добиться результата. И я его добьюсь. Я вот уверена на это на 100%. Всем, кому эта тема интересна, переходите, пожалуйста, в мой инстаграм. Вот он. Ссылочка на мой инстаграм. Ну, как, вернее, как я записана. Это именно мой отдельный инстаграм, где я вот этой цели своей добиваюсь. И я буду вам выкладывать теперь свое питание, начиная с завтрашнего дня, исходя из рекомендаций именно клиники. Вот такие вот дела. А, и самое основное, это не рассказала. По итогу всех процедур мне вставили нити в ухо. Вообще, изначально это была игла. В далекие-далекие времена, вот когда моя одноклассница еще там худела, это была игла. Она вставляется в мочку, не в мочку, а вот в этот участок уха и блокирует аппетит. Я не знаю, как это все работает. Я очень такой профан в этой теме. Но мне прям захотелось узнать об этом больше. Суть в том, что вот эта игла, она носит определенное количество времени и вы меньше хотите есть. Вот так. Это если вкратце. Но сейчас клиника пошла дальше и уже несколько лет она использует помимо иглы еще и нити. То есть место иглы. Действия я спросила абсолютно одинаковые. Но иглу вы видите, она для кого-то она как украшение, напоминание самой себе. Может быть, что это вот я иду к цели, я работаю над собой и вот я смотрю на нее, и думаю, ага, я же ее для чего-то сделала. Поэтому, знаете, такая дополнительная мотивация такая. Мне это не надо. У меня длинный волос. Я испугалась, что это будет все цепляться, мешаться. И я попросила вставить мне нити. Мне вставили две нити. Тут просто делается прокол и ниточки туда вот две вставляются. И они давят на вот эти определенные точки и тем самым блокируют какой-то сигнал мозгу о том, что он хочет есть. Вот так вот как-то, ребят. Я не знаю, как это работает. Может быть, кто-то уже сталкивался с этим. Напишите мне обязательно вот в моем инстаграм. Можете в директ написать, можете в личный, ну, как бы под постом каким-то написать. Вот. В общем, я вам буду рассказывать, как это все происходит, показывать и делиться с вами своими, надеюсь, достижениями. В следующий раз я иду в клинику через 10 дней. Будут определенные повторные процедуры. Я уже пойду подготовленные, уже буду вам что-то более подробно рассказывать и снимать, потому что я думаю, что все равно будет масса вопросов по этому поводу. И, пожалуйста, не надо мне писать, что зачем ты это делаешь, вот тебе заняться нечем. И я так решила. Пожалуйста, уважайте мое мнение. И, кстати, еще один момент, почему я решила с вами поделиться, потому что мне нужна на самом деле ваша поддержка. Как вот в любом вопросе, да, там, начиная от выбора микроволновки ставить, не ставить, вы мне очень помогаете, пишите, советуете. Это реально круто. Вот. И такую же поддержку я жду здесь и вас, потому что это вопрос моего здоровья, вопрос моей самооценки. В общем, вот так. Так что напишите ваше мнение, а я буду вас держать в курсе всех событий. Вот. Договорились? Я надеюсь, вы что-то поняли из моего взбивчивого рассказа. Сейчас открыла свой ежедневник и поняла, что я забыла совсем про садик. Планировала сегодня забрать документы в садика, поэтому сейчас Сашок одевается опять, и мы с ним поедем заберем, потому что потом мне будет некогда. Палечка там сел чем-то заниматься. Что ты там делаешь? Я кое-что делаю, я тебе пока что не скажу, но надеюсь, что ты оценишь. Что-то делают, надеюсь, я оценю. Ну ладно. Надеюсь, это в рамках Кодекса Российской Федерации. Если вы думаете, что Саша собрался ехать за рулем, нет, это не так. Саша просто ищет карточку школьника, карточку, чтобы в садик попасть. Давай я посмотрю. Вот так вот Санька умеет. Еще немножко скоро сам будет рулить. Санька сказал, что нельзя идти с пустыми руками. Взяли и зашли в магазин тортик. Да, Сань? Да. Ну что, твой садичек любимый? Идем сюда последний раз, наверное, да? С документами. Давай, заходи. Давай, давай. Давай, только не упади. Вот, забрали мою медицинскую карту. Стой, настрою. Сейчас. Вот. Надо было белой. Да. Я все так помню тут вообще. А иди, покажи, какой там рисунок красивый. Да, там только что, походу. Он такой. О, какого нарисовали. С какой сказки? Волк. И что? Какая-то же птица или что? Не знаю, да? Да, походу, зажар. Угу. Как красиво. Ты такой заходишь, сразу в сказку попадаешь. Ну ладно, пойдем. Все, мы отдали карточку от садика. А как мы... А, через кнопку. Ну, мам, мы сегодня больше уже не придем. Давай, Микрай. Нет, почему? Я буду приходить. Да? Ну да, гостя расскажешь. Будешь рассказывать, как ты учишься, да? Ну, смотри. Я хочу еще поснимать, чтобы все вспомнили, какой у меня в садик был. Красивый, да? Да, уютный. Ага. Тут еще тут все было. А можно показать? Вот так вот. Что показать? Вот до туда и здесь. А, мам? Покажи только быстрее. Ага. А сейчас. Вот наша вторая для больших. Вот это. Вот это. Сейчас покажу вам. Вот тут покрасили их. В такой вот цвет. Тут все. Тут тут. Ну и садик вообще такой сломанный довольно старый. И тут деревья, там цветы. вот мы садили с Ник... С этой... Сейчас... С Глебом и с... Этот... Денисом. Вот такой вот красивый цветочек. Вот такой вот. Вот. Ну, тут всякие деревья. Мама меня снимает. Ну, тут... Деревья. Все. Ну... А потом. Я выключаю вас. Я вам сегодня не покажу, что Поля в итоге сделала. Потому что... Ну, она очень долго сейчас мне рассказывала. Показывала. Я все для вас сняла. Но покажу в следующем видео. Ставлю сначала кусочек. Потому что это видео получится, значит, очень длинное. Вы его не будете только смотреть. Я знаю. Вы не очень любите такие прям длиннющие видео. А еще мы сегодня решили съездить в бассейн. Поэтому на сегодня, наверное, это все. Я пойду собирать сумки. Потому что уже время много. Вот. И мы с вами увидимся уже завтра. Я, кстати, решила, что буду снимать вам каждый день. Пока вот я буду худеть. В общем, худеем онлайн называется. Для меня это будет тоже такая некая мотивация. И я, в общем, посмотрю, что из этого получится. Поэтому подписывайтесь. Оставайтесь со мной. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Кстати, комментарии опять закрыли под видео. Я не знаю, от чего это зависит. Ну, в общем, их опять нет. Так что пишите мне в инстаграме. Я буду очень рада вашим сообщениям. Все. Всем хорошего настроения. И до завтра, как я обещала. Теперь мне от вас не отвинтить. Пока-пока. Пока-пока. Пока.